МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Новольского телевидения информационный выпуск новостей. В студии Аляфред Валяхметов. Здравствуйте. По традиции, с наступлением весны жители района выходят на очистку территорий, так называемые субботники. Первая в этом году акция «День чистоты» прошла 18 марта. Общими усилиями янаульцев снег буквально таял на глазах. На борьбу за чистоту дружно вышли сотрудники различных учреждений и организаций. И пока весна еще не вступила в свои права, было решено начать с очистки территории от снега. Среди участвующих в акции коллектив детского сада «Колокольчик». Наш детский сад активно всегда принимает участие в таких акциях. С удовольствием педагоги работают, берут в руки лопату. Пока это в форме, пока лежит снег, мы чистим территорию от снега. Дальше, конечно же, в планах это благоустройство территории нашего детского сада, за ее пределами и озеленение не только территории детского сада, но и района. Сотрудники всегда активно принимают участие в подобных акциях, в подобных субботниках. Практически в полном составе выходят. У меня есть, чтобы дети не остались, естественно, без присмотра. В хорошем настроении, всегда позитивные. И всегда приятно проводить время не только в стенах детского сада, но и, соответственно, территории на свежем воздухе. Работа кипела и на главной площади города. Здесь, вооружившись лопатами, трудились сотрудники администрации района. Внести свой вклад в общее дело благоустройства города постарался каждый участник. Такие субботники у нас еще будут продолжаться, экологические субботники по очистке, санитарной очистке территорий. Откликнулись все организации, вышли на свои привлекающие территории. Первым делом мы занимаемся расчисткой снега. Далее будут уже проводиться работы по очистке территории от мусора, озеленению территории, также посадке деревьев. А данные дни чистоты будут проводиться в две недели раз, продолжительность до октября месяца. Мы будем также заниматься очисткой территории, поддерживать чистоту, призывая все организации и населения участвовать на данных мероприятиях. Только вместе мы сможем сделать наш район чище. Традиционно активные участники всех субботников – сотрудники взрослой поликлиники. Медицинские работники спора расправлялись с угробами, не отставали от них и в образовательных учреждениях района. Так, поучаствовать в акции вышли старшеклассники средней школы номер один. Как отмечают ребята, для них это полезно и интересно. У нас производится уборка снега сзади школы, мы разбираем большие субботы снега. Это, как у нас сказать, такая внеплановая уборка, уж субботник. Помогаем в школе, после школьного дня это, как сказать, добровольно мы все вызвались помочь школе. Вообще настроение позитивное, как тут какая-то, как сказать, активная деятельность для школы, для себя, чем дома сидеть. Вот на свежем воздухе, конечно же, лучшее. Участие в субботниках давно стало делом обычным для иноульцев. Практически каждый осознает, что уборка территории, поддержание чистоты не только создает общий благоустроенный вид города и района, но и просто приятен взору. Гульнара Ситтикова, Нил Сафин, Служба новостей и Иноульского телевидения. Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о введении с 18 марта на территории республики режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом руководитель региона сообщил на заседании оперативного штаба. В рамках режима повышенной готовности устанавливается круглосуточная работа оперативного штаба. Обеспечивается обследование прибывающих в республику на предмет признаков заболевания. Принимаются оперативные меры по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. Документ в частности предусматривает отмену или перенос запланированных деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников свыше 250 человек, либо с участием иностранцев. В образовательных учреждениях вводятся карантинные мероприятия, которые предполагают ограничение пропускного режима. Жителям, прибывающим из-за рубежа, необходимо обеспечить самоизоляцию на дому в течение 14 дней, не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест. В случае появления признаков инфекционного заболевания следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому. В сентябре прошлого года в рамках федерального проекта «Современная школа в сельской местности и малых городах России» свою работу начали центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В нашем районе центры расположены в Байгузинской и Амадинской школах. Семинар, посвященный реализации проекта, прошел в школе-селе Байгузина 13 марта. В семинаре участвовали представители управления образования, директора городских и сельских школ. Для них учащиеся продемонстрировали свои достижения и наработки. В рамках проекта в школе действует пять кружков. В объединениях программирования и робототехники занимаются в основном старшеклассники. Для создания моделей требуется знание основ физики и механики, а также терпение и упорство. Дети с удовольствием открывают новые возможности. У меня с детства появился интерес к лего, что с ним можно создавать разные вещи. Например, с такими комплектами удобнее создавать многие вещи, которые помогут тебе в дальнейшем. Потому что уже в эти годы у нас все уже на роботах, на технике. И с этим лучше, удобнее пользоваться. И мы уже построили, Дилар предложил сделать ветряную мельницу, и мы ее построили. И потом Эльмир Марат сказал, что она сможет выделять энергию. Ну и мы построили вот это. Сейчас я хочу, чтобы, когда папа мой приехал, он купил мне такой же комплект, чтобы тренироваться и дома. Девочки занимаются рукоделем. На этот раз свои силы могли попробовать и педагоги. Им предложили сделать небольшую поделку. Особый интерес вызвала работа кружка трехмерных технологий. Здесь ребята с помощью 3D-принтера сдают объемные модели. Сначала образец проектируют с помощью компьютерной программы. После его отправляют на распечатку. В зависимости от размера и сложности проекта, на создание готового изделия уходит от нескольких минут до нескольких часов. Здесь можно создавать много чего интересного, много чего полезного. Конечно, долго, но свой труд можно показать уже на лучшем способе. Почему я сюда пришел? Потому что он, как я уже сказал, привлекает. Свои фигуры можно уже узнать, можно хвалиться ими. Также я очень интересен программированием, поэтому для меня это стало полезным. Здесь эмоции намного больше. Здесь все новое, все будущее. Я раньше такого не видел, поэтому для меня это новое и интересное. Изучение материала с помощью очков виртуальной реальности на своем примере показал директор школы и руководитель центра Зуфар Валиев. Программа позволяет, не выходя из класса, побывать в музеях, выставочных залах, изучить скелетные уроки биологии и даже покорить горы. Эффект присутствия создается максимально точно. Те, кто испытал виртуальную реальность на себе, отмечают особые эмоции и ощущения. Главная задача – это реализация программы в том, чтобы дать образование как по основным образовательным программам, так и по дополнительным образованию. У нас оборудование, которое мы получили, кстати, на миллион 600 тысяч рублей, мы используем на уроках математики, вы, наверное, это видели, на уроках ОБЖ и на уроках технологии. Плюс ко всему у нас в школе открыто 5 кружков. Вот здесь вы уже видели 3 кружка, на первом и втором этаже, наверное, тоже видели. Это робототехника и программирование. То есть ребята ходят после занятий на кружки и получают по этим направлениям определенные образования, дополнительные образования. Это очень хорошо, очень хорошо. Ребята уже, наверное, им понравилось, их уже отсюда так не выгнать. Плюс еще они как бы совмещены с школьной программой. Например, робототехника, наверное, вы там видели, она совмещена, она помогает для уроков физики. То есть по механике, по гидравлике. Есть там у нас роботы, которые строят сами и по ходу уже познают на своих руках, как работает механика, как работает гидравлика. Ну, здесь уже, конечно, это IT-технологии. Здесь мы видим 3D-принтеры, виртуальные реальности. Это наше будущее. И, как мы знаем, это уже недалекое будущее. Это довольно-таки близкое будущее, которое приходит к нам семимильными, так скажем, шагами. В этом году у нас лицей, и к 2024 году все сельские школы будут оборудованы вот таким оборудованием. В настоящее время в центре «Точка роста» занимается 75% учеников. Кружки дополнительного образования посещают 80 детей с 5 по 11 класса. Как отмечают организаторы проекта, обучение идет успешно. Единственная сложность – нехватка узких специалистов. Семинар продолжила теоретическая часть. Участники обсудили методики обучения детей с использованием современных технологий. Гульнара Сиддикова, Артур Мухамедшин, служба новостей Янаульского телевидения. Заседание комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений прошло в зале администрации района 17 марта. С информацией о религиозной ситуации в Янаульском районе выступил глава администрации района Ильшад Вазегатов. Главный специалист сектора по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Гульнар Кагирова в своем докладе рассказала о реализации требований антитеррористической защищенности и о формах паспорта безопасности объектов религиозных организаций. Для проведения категорирования объекта путем голосования создалась комиссия в составе шести человек. На тему взаимодействия органов местного самоуправления с религиозными организациями и об актуальных проблемах выступил заместитель председателя комиссии Вильник Мадзянов. В ходе заседания было принято решение регулярно проводить собрание в первую среду каждого месяца. В рамках районного фестиваля фронтовые концертные бригады «Полевая почта победы» свое выступление показал творческий коллектив байгузинского сельского поселения. На сцене развернулась история предвоенных и военных лет на примере жизни села. Начиная от мирной жизни, прерванной страшным известием о начале военных действий, горечи расставания с родными. Жизни военные годы, когда, несмотря ни на что, жизнь продолжается, а самое главное – это вернуться живым домой. И самое радостное событие – долгожданная победа. И переход в настоящее время, когда и спустя многие годы ничто и никто не забыт. Завершилось выступление передачей капсулы «Частичка вечного огня» и «Сумка полевая почта победы» следующему участнику фестиваля – шудекскому сельскому поселению. Совсем скоро мы будем праздновать День ювелия Победы в Великой Отечественной войне. В сельском поселении, как по всей республике, проходят мероприятия патриархи, направленности. Во всех организациях и учебных заведениях прошли патриархи, направленности патриархи, направленности патриархи, направленности. На тимуах никто не забыть, ничто не забыто. 2020 год объявлен президентом Российской Федерации годом памяти и славы. С наших сел на фронт ушли 915 человек. Добровольно ушли 915 человек. 610 человек поспали на полях сражения. Вернулись с ранениями и конкурсиями, но с победой 275 человек. Среди фронтовиков есть наш земляк-относельсианин, герой Советского Союза, Хайдашин Войнаша Хайдашин Войнаша. К юбилею Победы Народный театр «Хаят» подготовил спектакль «Обед» татарского драматурга Туфана Минулина. В этот раз над постановкой работали два режиссера. Руководитель театра Салават Хамзин и его ученик, наш земляк, уже самостоятельный режиссер Динар Саляхов. Зрителем на этот раз стали жители села Новый Артаул. История двух солдат, которые еще на войне дают обет, который нужно выполнить в мирной жизни. Хисматулла и Хикматулла из одной деревни. Женились в один день, призвались служить Родине и попали в один полк. Роли Хикматуллы решат километры. Эта роль для меня сложна в плане того, что все-таки 75 лет победы. Играть защитника, переживать через себя, пропускать то, что пережили наши предки ТВТ, наши дедушки, отцы. Вот эта сложность осознать, вот эта сложность войны, возвращение домой. В остальном, все-таки не первый сезон, как-то пробиваемся, так сказать. По реакции зрителей можно сказать, что да, спектакль и пьеса удачная. Салават Хамзин и Динар Саляхов сегодня наравне стараются, чтобы артисты театра играли как настоящие актеры. А зрители смогли переживать или порадоваться за героев. Во-первых, я как уроженец этого города, как уроженец, так скажем, этого театра, холд театра, хаят театра. Для меня очень волнительно. Это первая моя, так скажем, серьезная режиссерская работа, которой помог, конечно, мне мой педагог, мой учитель, который меня отправлял когда-то на учебу в Казань, Салават Салинович Хамзин. И для меня это, скорее всего, экзамен. Экзамен перед своим учителем, перед зрителями на Ульске. Поэтому очень волнительно, очень сложно, так скажем. Если актеров мало на сцене, что проще работать режиссер, абсолютно нет. Почему? Потому что есть большие спектакли, где массовые спектакли. Там проще берется какие-то режиссерские находки, фольклор, песни, танцы. А здесь каждую ситуацию приходится каждому артисту объяснять отдельно, каждую сцену объяснять отдельно. Но если актер на сцене, то есть мало артистов на сцене, если неправдоподобно, то зритель этого не поверит. Поэтому приходится работать компактно, сложнее, так скажем. История повествуется от имени одного героя. Несмотря на то, что в этом сезоне играет всего пять актеров, они постарались показать весь драматизм той эпохи и рассказать про это в рамках двух семей. Президент Новокрещенова, Нила Сайфин, Служба новостей Яномольского телевидения. Вальс Победы под таким названием прошел конкурс юных исполнителей на фортепиано в детской школе искусств. В этот раз он был посвящен 75-летнему юбилею Великой Отечественной войне. В зале звучали композиции известных авторов, практически создавая атмосферу того времени. Для каждого участника это возможность совершенствовать свое музыкальное образование, а также продемонстрировать свои успехи в процессе обучения. В школе я учусь в шестом классе. Играла на конкурсе Дурана вальс. Самое любимое мое произведение – это «Нежный свистняк». Я очень старательно занималась вместе с преподавателем. И у меня, думаю, все получилось, все хорошо. Надеюсь, у меня призовое место. Сегодня в нашей школе проходил очередной ежегодный конкурс юных пианистов на лучшее исполнение. В этом году мы посетили этот конкурс 75-летнему Победы. И поэтому в конкурсе мы играли сегодня вальсы. Вальс Победы, так кричал. В конкурсе участвовали учащиеся вторых седьмых классов. По одному произведению они сыграли. Готовились, старались. Кто-то очень успешно сыграл. Кто-то, может быть, не очень доволен сегодняшним своим выступлением. Но надеемся, что в дальнейшем у них будут тоже хорошие успехи. Муниципальный этап Всероссийской многоуровневой научно-практической конференции прошел на базе гимназии 18 марта. В ней принимали участие учащиеся школы района, учителя истории и общества знания, управляющий делами администрации района Рустем Фадхуллин, начальник управления образования Эльвира Шаихова, председатель районного общества ветеранов Римма Фазылова, заведующая информационно-методическим центром управления образования Венерия Рахматулина. Более 70 тысяч советских солдат приняли участие в Великой Отечественной войне. Из них только половина смогла вернуться к своим близким. С такой информацией перед участниками конференции выступил Рустем Фадхуллин. Он поблагодарил ребят за то, что они не забывают имена своих героев. Председатель общества ветеранов Янаульского района Римма Фазылова поделилась воспоминаниями о своих дедах, призвала учащихся изучать, знать и ценить свою историю, родину. Не надо искать героев на стороне. Нужно уметь видеть тех, кто живет рядом с нами, и изучать их историю. Заведующая информационно-методическим центром Венерия Рахматулина отметила, что конференция должна быть познавательной, открывать завесы незнакомых страниц истории. Наша конференция – знак памяти и уважения нашим землякам, героически сражавшимся на фронтах Великой Отечественной войны. Данная конференция является многоуровневой, Всероссийская многоуровневая научно-практическая конференция. Первый этап конференции прошел 19 декабря прошлого года в Институте развития образования Республики Башкортостан. Сегодня муниципальный этап, а в апреле-май планируется провести школьный этап данного мероприятия. Инициатором проведения данного мероприятия на муниципальном уровне является Совет ветеранов Янаульского района. Организатором управления является Управление образования и Дом пионеров и школьников. Всего на конференции принимают участие более 50 обучающихся школ и учреждений дополнительного образования, а также учителя истории и общества знания. Наша задача – сохранить сознание молодого поколения, историческую память о Великой Победе. Моего прапрадедушку зовут Давид Казин, мужик Един Давид Казеевич. Он родился в 1901 году в селе Старобалапаново-Абдельевского района. Он участвовал в финских боях, был участником Великой Отечественной войны и сражался с самураями. Мама говорила, что он был очень добрым, всем помогал. Он помогал своим работникам, его также награждали грамотами за работу. Доброжелательным человеком он о чем был, говорили. Ветераны трикотажного цеха «Дома быта» отметили свой профессиональный праздник 15 марта. В день работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства они встретились в кафе за чашкой чая. Все эти женщины работали в одном цехе. Среди них бухгалтеры, ткачихи, вязальщицы, вышивальщицы – все те, кто был в курсе всех модных тенденций и одевал всю округу. С профессиональным праздником виновниц торжества поздравила заместитель главы администрации района по экономическому развитию и предпринимательству Файруза Аганеева. Она поблагодарила их за вклад в развитие района и вручила букеты весенних цветов. Главными инициаторами и организаторами встречи выступили Ирина Идылбаева и Венера Нурьяхметова. Благодаря им давние подруги и коллеги по цеху смогли встретиться и вспомнить молодость. Ирина Петровна со своими идеями подошла ко мне. Разговор о встрече зашел так, что именно к 15 марта, чтобы именно 15 марта это было, мероприятие проводилось в празднику жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания. Предприятие работало давно. После этого люди работали, вместе не встречались, а коллектив очень дружный. Инициатива была, постарались, приложили усилия и вот мы собрались, мы сегодня здесь. Я проработала на это предприятие немного, но это была настоящая школа. Она мне в дальнейшем помогла организовать свое предприятие. На основе всех знаний, которые это предприятие мне дало, я сегодня работаю и живу. Муниципальный этап 9-го всероссийского конкурса «Юных чтецов. Живая классика» прошел на базе лицея города. Этот конкурс был организован управлением образования и сотрудниками Дома пионеров и школьников. Все желающие делились своим читательским талантом. Ребята читали военно-патриотические отрывки из произведений любимых российских и зарубежных писателей и поэтов. Главная цель конкурса – повышение интереса школьников к чтению и популяризация чтения. По условиям конкурса победителю муниципального этапа предстоит представить наш район на региональном этапе. Я выступала с произведением Юрия Яковлевича «Девочки с Васильевского острова и Лига непослушания». Этот рассказ рассказывал о том, как Валя Зайцева с ее лучшей подругой Таней Савичевой попали во время блокады Ленинграда. Рассказывается о трудном времени, как люди сжили, какие были переживания. Рассказывается о том, как было трудно жить людям, которые были в плену у немецкого войска. Мне кажется, что было очень трудно жить в это опасное время, потому что фашисты были очень жестоки с мирными жителями. И они морили голодом. Многие люди страдали из-за голода и холода. Было очень трудно выживать в это время. Таковы новости к этому часу. Далее эфир продолжит мои коллеги. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Состоится выставка продажи модных, элегантных, удобных и практичных женских пальто. Новая весенняя коллекция для женщин всех возрастов. Производство «Россия». Низкие цены, беспроцентная рассрочка. Также в продаже пальто из плащевки, искусственные дубленки, куртки, ветровки, пальто из драпа. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Рустем Шарипов. Здравствуйте! Сразу три жителя нашего района пострадали от рук виртуальных мошенников. Не выходя из дома, и на улице лишились солидной суммы денег. Так, 6 марта в отдел полиции обратился житель улицы Юбилейной. Молодой человек рассказал, что на его телефон поступил звонок. Мужчина на другом конце провода, представившись сотрудниками службы безопасности банка, сообщил, что неизвестные лица хотят снять с его счета 7 тысяч рублей и необходимо срочно заблокировать счет. Подавшись в панике, мужчина сообщил все данные банковской карты, включая секретный код на обороте карты. После чего на его мобильной поступило сообщение. Но и тут он решил довериться незнакомцу и продиктовал цифры. Нетрудно догадаться, что спустя совсем немного времени с карты пропала кругленькая сумма, а именно 100 тысяч рублей. По этой же нехитрой схеме, спустя 4 дня преступники обманули еще одну женщину Янаула. В результате своей доверчивости женщина потеряла более 10 тысяч рублей. Спустя всего один день, 11 марта, на удочку преступника попался еще один житель нашего района. Как итог, с карты пострадавшего неизвестные похитили почти 130 тысяч рублей. Уважаемые жители Янаульского района, убедительная просьба быть блительными и осторожными. Как правило, мошенники не находятся за тысячи километров от места преступления. Найти преступника и отследить перемещение ваших сбережений крайне сложно. Поэтому главное оружие в борьбе с мошенниками – ваша сознательность. Ни в коем случае не сообщайте данные своей карты третьим лицам. Особенно это касается секретного кода на ее обратной стороне. При возгновении вопросов необходимо обратиться по телефону горячей линии вашего банка. Его номер можно найти на самой карте или обратиться в банк. Жительница Никольска по своей невнимательности лишилась 5000 рублей. Женщина снимала наличные в одном из торговых центров и забыла забрать деньги в слоте банкомата. В результате проведенных с полицией мероприятий лицо, совершившее хищение денежных средств, установлено. Ей оказалась жительница города Янаул, в отношении которой в настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Еще одной актуальной проблемой остаются кражи садовых и загородных домиков. В поисках цветного металла и ценностей преступники прочесывают частные и садовые участки. Вечером 6 марта в отдел полиции обратился житель станции Карманово о том, что неизвестные лица проникли в его рыбацкий домик и похитили процессор марки Sony и телевизор марки Samsung. По данному факту проводится проверка. 10 марта в поле зрения сотрудников полиции попал мужчина без определенного места жительства. Он гордо шел по дороге и нес подмышкой велосипед марки Cross. В результате разбирательств и проведенной проверки было установлено, что данный велосипед был похищен из подъезда многоквартирного дома по улице Победы. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование. К сожалению, Международный женский день для некоторых жителей района превратился в алкомарафон. Несколько жителей обратились за медицинской помощью, а те, кто были в состоянии продолжить гуляние, начали рейд по магазинам. Так, вечером 8 марта в одном из супермаркетов похитили бутылку водки, накануне праздника в другом магазине с прилавка похитили две бутылки портвейна. Но самым находчивым воришкой оказалась незнакомка, попавшая в объектив видеокамеры 5 марта. Женщина не только стащила бутылку водки, но и еще мужской дезодорант. Ее личность установлена. В отношении 52-летней жительницы города Янаул составлен административный протокол. 4 марта в одном из магазинов, расположенных в северной части города, была изъята небольшая партия спиртосодержащей продукции, в народе называемой фанфурики. 12 флаконов антисептика объемом по 100 мл продавались без лицензии, в качестве раствора для наружного применения. В отношении женщины составлен административный протокол. В первых числах марта в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъяли у жителей улицы Оксакова патроны различного калибра, гильзы, порох и инструменты для изготовления патронов. Спустя два дня другой житель Янаула добровольно сдал охотничье ружье, неустановленные модели. Его мужчина нашел в лесном массиве, вблизи деревни Старый Артаул. Это все главные происшествия за минувшую неделю. В завершении программы хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Внимание информационной кампании «Фронтовые письма» военный комиссариат города Янаула, Янаульского и Калтасинского районов просит откликнуться неравнодушных жителей. Если в вашем доме хранятся оригиналы или копии фронтовых писем, просим принести их в военкомат по адресу город Янаул, улица Победа, 95. Памятные письма пополнят экспозицию музейного комплекса «Дорога памяти». Внимание у жителей частного сектора города Янаула. Администрация городского поселения убедительно просит произвести очистку водосточных канав, лотков, труб, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод во избежание подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и проездов. Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте роспотребнадзор.ру Работать в приложении «Мой налог» очень просто. Если вы получили деньги от клиента наличными, на карту или расчетный счет, сформируйте чек на это поступление через приложение. Именно эта сумма из чека будет учтена при расчете налога. Зайдите в приложение и нажмите кнопку «Новая продажа». Укажите, какую услугу вы оказали или что продали и сколько получили денег. Приложение сформирует чек. Передайте его клиенту. Можете распечатать, отправить на мобильный телефон, на электронной почте или предоставить QR-код для считывания через телефон. Если вы ошиблись или решили вернуть деньги клиенту, отмените операцию через приложение. Считать налог вам не придется. Он определяется автоматически. При этом будут учитываться только те суммы, которые вы указали в чеках. В следующем месяце, до 12 числа, вы получите уведомление с суммой налога, который начислен за текущий месяц. Если продаж не было, то и налога не будет. Вы просто ничего не заплатите. Если налог начислен, его нужно заплатить не позднее 25 числа. Например, сумму налога за январь вам рассчитывают до 12 февраля, а заплатить ее вы должны не позднее 25 февраля. Оплатить налог можно тут же в мобильном приложении или в банке по платежной квитанции с QR-кодом. В приложении вы можете следить за своими доходами, найти любой чек и проверять начисленные налоги. Эту информацию вы также сможете найти и в вашем личном кабинете самозанятого на сайте налог.ру. Зарегистрировать свою деятельность и платить налоги стало очень просто. Пользуйтесь приложением «Мой налог». Он заменит вам кассу, бухгалтера и все отчеты.